Итак, уважаемые друзья, этот год мы провозгласили годом преображения и славы Божьей. Я верю, верю в Божье откровение, верю, что Слово, которое изошло из уст Божьих, оно не вернется к Нему тщетным, пока не исполнит то, для чего оно послано. Вы замечаете, я чуть-чуть преображаюсь тоже. Я вижу, что и вы тоже слегка преображаетесь. Кое-кто прическу поменял, дресс-код, фейс-контроль поменял. Бог меняет нас. Царство Божие не приходит приметным образом. Но тот, кто употребляет усилия, он восхищает его. Амин. Преображение произойдет. Господь поведет нас на эти горы преображения. Он покажет себя совершенно с другой стороны. Готовьтесь к сюрпризам. И главное, не проморгать. И главное, не проспать. И не пропустить. Амин. Есть шансы, которые повторяются. А есть шансы, которые никогда не повторятся. Поэтому нужно быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Вы знаете, вера отслышанность. Хотим мы или не хотим. Первичный, вот первичный фактор нашей веры, которая нас спасает. Нас держит на плаву. Первичный фактор. Наблюдайте, как вы слушаете. Отключи все телефоны. Давайте хоть удивим Господа один раз, чтобы во время служения ни один телефон не зазвенел сегодня. Однажды я так всех настраивал, настраивал, а у меня зазвенел. И сбил меня с толку. Ну, я выключил его сейчас. Итак, друзья. Сегодня я хочу проповедовать на тему верующие в Него не постыдиться. Сегодня у меня будет пророческое слово. Что те обстоятельства, в которых ты находишься, они не посрамят тебя. Те обстоятельства, в которых ты сегодня находишься, они высвободят славу Божью. Потому что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Тебе не грозит позор, верующий в Него не постыдится. Многие с ужасом, с ужасом внутри, съежившись, ждут какого-то позора, разоблачения. Или какого-то, я не знаю, какого-то страшного падения. Господь кому-то из вас сегодня говорит, верующий в Сына Божьего никогда не постыдится. Господь не посрамляет никогда тех, кто надеется на Него. Если ты надеешься на свою мышцу, ты посрамишься. Если ты надеешься на какие-то человеческие факторы, ты опозоришься. Но тот, кто уповает на Бога, он не опозорится никогда. Амин. Верующий в Него не постыдится. В самом начале хочу прочитать интересную умную мысль. Это, по-моему, Эйнштейн однажды высказал такую фразу. Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Многим она может не нравиться, эта фраза. Но там есть глубина. Стремись не столько к тому, чтобы тебе сегодня что-то выиграть. Сегодня выиграть. Или завтра что-то выиграть. Нам надо выиграть битву, а не отдельный бой. Нам нужно с вами иметь в жизни цель. Нам нужно иметь стратегическую жизненную программу. А проще, как вот, только что мы услышали, чтобы твоя жизнь имела смысл. Не просто успех. Недавно я смотрел этот фильм, и он мне покоя не дает. Последних 48 часов Курта Кобейна, руководителя группы Нирвана. Человек, у которого был успех. Человек, у которого были деньги. Человек, у которого была популярность. Слава. На его концерты приходили десятки тысяч. У него все было, только не было смысла жизни. Ежедневно он 400 долларов тратил только на наркотики. Он жил в огромном доме на озере Вашингтон. Это был Сеаттл. А напротив, там был главный управляющий компании Старбакс. Чего не хватало? Деньги были. Группа была. Билеты были. Стадионы собирались. Успех был. А смысла жизни не было. Поэтому в 27 лет красавчик, талантливейший, процветающий, решил оборвать свою жизнь. У него был дом за несколько миллионов. Огромный. Но ему там жилось неуютно. Он не мог в себе убить раба. Освободиться от ущербности. Я не знаю, что там не сужу. И он так часто из этого роскошного дома уезжал в обыкновенный одноэтажный мотель с банальной комнатой, где одна кровать и телевизор. Оставляя жену и ребенка там, оставляя жену и ребенка там и просто накачивал себя наркотиками. Успех был. Повторяю, и деньги были. Сколько сегодня тысяч людей мечтают на сцену попасть? Вот там бы засветиться. Подумай о чем-то другом. Я не против, чтобы засветиться на какой-то высокой сцене. Во имя чего? Смысл жизни. Это так важно, друзья. Это так важно. Потому что жизнь, в которой нет смысла, она может закончиться трагичной. Служение Богу, в котором нет смысла, может закончиться печально и трагически. Кто я? С кем я? Куда я? Во имя чего я? Апостол Павел говорит, я, забывая задние, простираясь вперед, стремлюсь к цели. Цель. Цель. Во имя чего ты живешь? Ради чего ты живешь? Ради денег? Ради успеха? Сколько людей, которые, достигая, казалось бы, этой вершины, оказываются одинокими. Одинокими. Поэтому так быстро обрывается жизнь. Меня будоражит правила жизни. Есть такая книга «Правила жизни известных людей». И там перечисляются по каким правилам жили эти известные поэты, физики, политики, космонавты. Но я не нашел ничего более гениального, как правила жизни, которые сформулировал великий человек Нового Завета, апостол Павел. Он пишет в одной из своих гениальных проповедей «От одной крови Господь произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, определив пределы их обитания». И дальше он просто выражается, говорит, ибо мы его род, ибо мы им живем и движемся и существуем. Кто еще может открыть нам глаза на самих себя, открыть глаза на наше жизненное предназначение? Кто еще нам может открыть программу жизни и смысл жизни, как не тот, который дал тебе ее? Творец, хозяин, автор жизни. Он открывает нам смысл жизни. И в другом месте апостол Павел говорит, для меня, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Да сюда смотрите, чего это со мной, я же проповедую, а? Я про смысл жизни говорю кому-то в ухо влевое. Сюда смотрите, пусть вас не отвлекает никто. Смысл жизни. Вот сегодня нам нужно поговорить. Знаете, человек, который знает смысл жизни, человек, который имеет цель, человек, который стремится к цели, это человек развития, это человек максимальной мобилизации, это человек, который постоянно переходит от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. С этим человеком интересно говорить, потому что этот человек имеет интерес к жизни. Он читает умные книги, Он встречается с умными людьми, Он покоряет новые вершины, Он побеждает самого себя, Он бьет свои личные рекорды. Я стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания во Христе Иисусе, как спортсмены, которые ждут Олимпиады, и они каждый день работают, они каждый день работают, чтобы однажды выйти на ринг, выйти на дистанцию и взять золото. Знаете, такие люди никогда не болеют, таким людям некогда ерундой занимаются, таким людям некогда болтать часами, они собраны, они заняты, они сконцентрированы во имя цели. Буквально пару дней назад мне позвонил Александр Дмитренко, вы знаете, наш друг, это боксер, который имеет большие титулы. Какое-то время у него произошла очень неприятная штука, есть здесь такая штука, называется Ахиллесова, что-то такое, и она оборвалась, и там была какая-то очень сложная операция, и врачи ему сказали, Саша, забудь про спорт, забудь про ринг, все, ты уже сбитый летчик, а у него слово такое было, помните, как иногда Айгор выражается, так выражается иногда и Александр Дмитренко, он говорит, ядрен батон, так я вернусь, Господь мне поможет. Я помню его проповедь такую, я не останусь, я обязательно вернусь, и вы знаете, он вернулся, и буквально на прошлой неделе в Швеции был поединок, где он нокаутировал своего соперника в первом же раунде, и пишет, пастор Алексей, поздравьте меня после длительного перерыва, первая победа, я говорю, а Саша, поздравляю. Вы знаете, когда бываю в Германии, мне с ним всегда так интересно встречаться, он юрист и плюс боксер, когда не помогает юриспруденция, помогает спорт, когда спорт не помогает, помогает юриспруденция, ну это хорошая комбинация. Это человек развития, с ним так интересно говорить, он рассуждает и о событиях в Германии, о событиях в Америке, так интересно говорить с людьми развития, и так скучно говорить с людьми стагнации. Ой, у меня здесь болит, у меня что-то чешется, ой, сейчас такой вирус ходит, и всегда хочется говорить, где вы их видите, где он ходит, откуда вы их берете, а? Ой, уже один здесь, все, да, я уже заболел, скрипит, пыхтит, ворчит, не буду дальше говорить, что еще делать, просто вот худые сообщества развращают добро. Пожалуйста, постарайся либо вылечить этого вот вирусоносителя, чтобы он был носитель славы Божией, либо оставь его в покое, и пусть идет к другим. Ты же не примыкаешь, человек идет, я вот через железнодорожный переезд, часто переезжаю, часто, ну почти каждый день, когда в церковь еду, и там бомжарики, ну там, как их, ячейка собирается, там кто-то ячейку ведет, там. И они все вот такие запухшие, забитые, и с металлом, heavy metal, такой, и они куда-то их тащат, эти вот стойки куда-то, и все. Но ты видишь, это их сообщество, они, ну они как-то там нашли свой интерес, у них, наверное, свой смысл жизни. Че бомжи в Латвии? Я в Лос-Анджелесе был, казалось бы, там, где кормят, поят, одевают, там, где коммуналка или как вот эта социалка, она вообще выше крыши? Нет, тоже с тачкой. Куда-то ходит. Им надо вообще какую-то международную конференцию сделать. Бомжи всех стран, соединяйтесь. Не знаю, как там, какой там интерес. Так к чему я-то говорю? Люди развития интересны. С ними всегда прекрасно общаться. От них исходит позитивная энергия, и ты заряжаешься. Стань одним из них. Верующий в Сына Божьего не умирает, но переходит от смерти в жизнь и никогда не посрамится. Как кто-то другой сказал, чемпионы это не те, кто не проигрывают. Чемпионы это те, которые никогда не сдаются. Праведник семь раз упадет. Но он встанет. Почему? Потому что он верит, что верующий в Него никогда не постыдится. Негативный опыт – это тоже опыт. Поэтому не надо оплакивать сбежавшее молоко, пока корова еще жива. Амин. Ну и что, что сбежало молоко? Корова же не сбежала. Поэтому, друзья, что там корова? У нас Господь. У нас Бог. У нас Дух Святой. Поэтому все лучшее впереди. Толкни соседа и скажи, хватит унывать. Бог на нашей стороне. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Еще раз давайте зачитаем этот тезис. На мой взгляд, очень важный. Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Тогда каждый успех будет осмысленный, и каждая победа будет принадлежать Господу. Если смысл нашей жизни, для меня жизнь Христос, то каждый успех, он будет принадлежать Ему. Каждый успех будет причиной моего торжества, моей радости, моей хвалы и моего поклонения. Амин. Осмысленно. Итак, друзья, прочитаем римлянам 10 глава. Начнем читать с 6 стиха. Римлянам 10, 6. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое мы проповедуем. Нам так часто кажется, что наша удача, наша победа и наш успех на космических высотах. И какие-то нужны титанические усилия, чтобы где-то вот Христа, смысл жизни, нашу победу с небес стащить на землю. Другие думают, что наша победа, наш успех, оптимизм где-то похоронен в бездне, и кто бы воскресил его. А наше настоящее, серое, убогое, ничтожное, кто-то живет либо далеким прошлым, либо далеким будущим, а настоящее, ничтожное, Боже ты мой. Здесь апостол Павел разбивает философию унылых, разочарованных христиан. И говорит, нет, ни на небе и ни в бездне. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. Запомните, друзья, мой успех, моя победа в моих устах и в моем сердце. Скажи, в моих устах и в моем сердце зародыш моих успехов, моих побед и моих достижений. В устах человека жизни смерть, а из сердца исходят либо злые помыслы, либо источники жизни. Амин! Следи, что в твоем сердце. Следи, что в твоих устах. Амин! Близко к тебе слово. Это слово веры. Подчеркните, слово веры. Это не просто слово разочарования. Слово уныния. Слово веры. Когда ты говоришь слово веры, вокруг все меняется. Уважаемые друзья, хочу подчеркнуть, что знания и убеждения – это не одно и то же. Знания, которые не превратились в убеждения, они надмивают, они утомляют и разочаровывают. Для чего мы в церковь приходим? Для чего мы школы вот эти организовываем? Для чего мы поклоняемся Богу? Да не для того, чтобы голова пухла от знаний, а сердце чахло без любви. Мы должны менять убеждения. Запомните, убеждения. Если они не поменяются, качество нашей жизни никогда не поменяется. Перемены в жизни происходят в тот момент, когда меняются убеждения. В чем я убежден, то и будет происходить в моей жизни. Я могу знать об исцелении, но быть больным. Я могу знать, много-много знать о процветании и быть просто нищим. Я могу знать о свободе, многое, но быть рабом. Надо молиться Богу и говорить, Бог, пусть вот эти все знания, превратятся в убеждения. Аминь? Когда ты слышишь убежденного человека, ты веришь ему. Когда ты слышишь неубедительные аргументы, ты ему не веришь. Каждый из нас должен иметь слово веры-убеждения. Знание должно превратиться в познание и в результате убеждения. Меняются убеждения, меняется жизнь. Не меняется убеждение, жизнь не меняется. Преображение – это когда меняются наши убеждения. Я убежден, я убежден в том, что Бог меня никогда не посрамит. Я убежден, что все, что рождается от Бога, побеждает этот мир. Я убежден, что по моей молитве будут происходить перемены. Бог, дай мне эту способность быть не просто проповедником, пастором, убежденным. А что такое убежден? Убеждение – это власть. Помните, Христос проповедовал и весь мир шел за ним. Синагоги опустили, потому что все туда бежали, потому что Он говорил не так, как фарисеи, а Он говорил, как власть имеющей. Убежденный человек не просто рассуждает вслух. Убежденный человек говорит, как власть имеющий. Подумайте только. Христос пришел в храм. Огромный комплекс. Храм, который превратился в черкизон. Торгуют, мычат, здесь кукарекают, здесь просто, просто торговый центр. Сколько тысяч людей там было? Христос был убежден, что это Его дом. Сегодня многие люди не убеждают, это церковь, это мой дом? Не знаю, я пришел. Убеждение – это результат откровения. это Дух Святой, как Дух премудрости, откровения и ведения, сумму Твоих знаний превращает в концентрат Твоих убеждений. Друзья мои, я молюсь в последний раз только об одном. Боже, меняй мои убеждения. Когда я буду говорить, пусть люди слышат, что я не просто вслух о чем-то говорю, жонглирую терминами, определениями, категориями, пусть они слышат слово Твое, власть Твою, убеждение. Научи меня говорить только то, в чем я убежден. Это пустословие, это религиозная чушь, которая ничего в жизни не меняет, она нам не нужна. Буква убивает. А Дух животворит. Поэтому, когда мы говорим исцеление, освобождение, восстановление личности, запомните, все это вторичные категории, первичные категории убеждения. Господь, поработай над моими убеждениями. Буква убивает. А Дух животворит. Подумайте только. Бог говорит, послал слово и исцелил их, и избавил их от могил их. И все? Да. Послал слово. Для того, чтобы у тебя появилось убеждение, я знаю, в кого я уверовал, я знаю, искупитель мой жив, я знаю, что я не умру, я буду жить и возвещать дела Господни. Противостаньте дьяволу твердой верою. Что такое твердая вера? Это непоколебимое убеждение. Скажи, твердая вера? Твердая вера. Это непоколебимое убеждение, корневище моей веры. Аминь. В моей жизни происходит только то, в чем я убежден, а не в том, с чем я знаком. Это разница знания и убеждения. Происходят иногда такие вещи, когда ты смотрел, смотрел, а я так и знал, что не получится. Молодец. А я так и знал, что получится. Не с первого раза, да хоть со второго. Пусть Господь работает не столько с нашими знаниями, сколько с нашими убеждениями. Итак, близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Следующий пункт. Убеждение это гармония того, что в твоем сердце и того, что в твоих устах. Еще раз. Убеждение это глубочайшая гармония между тем, что у тебя в сердце и тем, что у тебя в устах. Иногда у человека в сердце одно, а на устах у него совсем другое. И вы знаете, что это не работает. Наши уста должны озвучить то, что происходит в сердце. Читаем следующий стих. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердце твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Гармония сердец и уст. Это союз веры. Это союз Божьего помазания. От избытка сердца говорят уста. Хочешь ты или не хочешь, сердце больше всего хранимого храни сердце твое откуда источники жизни. Если сердцем будешь веровать, а устами исповедовать, что исповедовать, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Братья и сестры, нет другого имени данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Это имя Иисуса Христа. Ты говоришь, а при чем тут воскресение Христа из мертвых? Если уж Бог Христа воскресил из мертвых, твои проблемы это ерунда полная. Не умер, живой еще. Гармония сердца и уст. От избытка сердца говорят уста. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Вот мы и добрались до этой темы. Мне не грозит позор. Мне не грозит поражение. Мне не грозит проигрыш и отступление, если я уповаю на Господа. Всякий верующий в Него не постыдится. Убеждение это позиция сердца, озвученная твоими устами. Это настолько важно. Это настолько важно. Верующий в Него не постыдится. Давайте откроем 15 Псалом. Псалом 15. Слово веры. Старайтесь читать Библию каждый день. Старайтесь учить наизусть обетование Божие. Слово Божье, пребывающее в тебе, оно изменит тебя. Оно преобразит тебя. Подумайте только на секунду. Словом Божьим были сотворены небеса и земля. Словом Божьим был сотворен человек. Словом Божьим были сотворены это красивая природа, океаны, моря, горы, подводный мир, степи, джунгли. Словом Божьим Господь сотворил этот мир. И этим же Словом Он создает наш микрокосмос, Он создает нашу микровселенную и такая же прекрасная вселенная, которую Он сотворил вокруг нас. Этим же Словом Он может творить наш мир, мою жизнь, мое служение, мое творчество. Не обесценивайте творческий авторитет Слова Божьего. Амин. 15 стих, 15 Псалом. С 3 стиха. Давайте со 2 Я сказал Господу, Ты Господь мой. Благо мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияниях и не помяну имен их устами моими. Господь есть чаша наследия моего и чаша и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Каждая строчка это убеждение. Ты Бог мой. это означает, что я верю и я абсолютно в этом убежден. И в этом меня никто не сможет поколебать. Ты держишь жребий мой. Это означает никакие обстоятельства, никто из людей, ни один черт, ни один демон, ни один дьявол не сможет взять в свои руки то, что в руках у моего Бога. Скажи, моя судьба ни в руках людей, ни в руках демонов, ни в руках дьявола. Мой жребий и моя судьба в руках Божьих и из рук Бога меня никто и никогда не сможет похитить. Скажи, это мое убеждение и в этом меня никто не разочарует. во имя Иисуса Христа. Амин. Как в другом месте написано, я веровал, поэтому говорил. Я веровал, поэтому говорил. И когда ты это говоришь с верою, люди будут верить тебе. Бесы будут веровать и трепетать. Но когда ты это говоришь без веры, без веры Богу угодить невозможно. Не убедительных людей противно слушать. Они раздражают. Да будут ваши слова да-да или нет-нет. А что сверх того, то от лукавого. Но пусть наша вера будет да-да. Ибо все обетования в нем да и все обетования в нем амин. Все будет так, как ты сказал. И мы получим все, что ты нам обещал. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Вот здесь хотелось бы остановиться, друзья. У нас есть величайшая привилегия по сравнению с другими людьми. Крещение Духом Святым это уникальная программа, гарантирующая нам доступ к секретной информации Царства Божьего. Крещение Духом Святым это уникальная программа, которую Бог активизировал в нас и гарантирующая доступ к секретной информации. Не видел того глаз, не слышало уха, на сердце не приходило то, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это как Духом Святым. Когда ложитесь спать, пусть плоть отдыхает, а внутренность Дух пусть учит. Говорит, Дух Святой, открывай мне будущее, дай мне вещи сны. Ведь написано, что и зальет Духа Моего на всякую плоть, на сыновей и дочерей, и они будут пророчествовать, они будут видеть видения, они в сновидениях будут вразумляемы. Братья и сестры, пусть Бог поменяет наше убеждение, что кому-то Бог открывает, только не мне. Кого-то ночью Бог вразумляет, только не меня. Вычеркни себя из списка неудачников и скажи, я буду в списках Божьих служителей, чтобы вот этот опыт благословлю Господа вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Если этого у тебя в жизни не происходило, молись каждый день, скажи, Господь, пусть даже ночью учит меня внутренность моя. Амин. У вас было когда-нибудь такое? Не спится, ворочаешься и знаешь, что надо встать и помолиться, а делаешь вид, что типа не понял, что ангел тебя здесь слегка так, эй, мужик, вставай, я хочу что-то тебя выразумить, что-то ей расскажет. Я так устал. Эй, ты завтра еще больше устанешь. Я скажу вам, что самые глубокие откровения я получал ночью. самые оригинальные композиции музыкальные я получал ночью. Я никогда не забуду, когда мы с Ольгой были в круизе, посреди меня земному морю шли и где-то под Венецией, я не знаю, где-то там вот по этому маршруту, ночью я вдруг музыку слышу, музыка. И духовный мир это информационное поле. Там есть откровения, проекты, там идеи, там программы, там дух премудрости, откровения, там это насыщенное пространство. Бог, открой наши уши, чтобы мы слышали, чтобы видели, чтобы могли принимать, потому что водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. И вдруг я слышу музыку. Это не рок-музыка, это не просто рояль, это не классика, это что-то такое, я сам не знаю, это арфы, какие-то мандолины, это что-то такое воздушное, такое фантастическое, волшебное. Это флейты. Я слышу женские голоса, женские голоса. Я слышу этот куплет, обрати сердца отцов к сердцам сыновей, обрати сердца отцов к сердцам дочерей, пусть закончится зло, пусть исцелится земля, пусть вернется любовь, да будет воля твоя. Я такого не слышу, я открыл глаза, я вышел на палубу, ночь. Почему это происходит в четырем, после четырех? Не знаю почему. Я под впечатлением, как будто отголоски этой музыки, отголоски этих слов. Конечно, сразу стараешься все это записать, зафиксировать, ночью учит внутренность, говорит об этом. Я говорю, Господи, что это, о чем это? И какое-то вразумление идет внутри. Это женщины всего мира, дочери, жены, матери, просят Бога, чтобы Он коснулся мужчин, мужей, отцов, сыновей, и чтобы война закончилась. я плакал, сидел, я сидел, трудно сказать, плакал, я был просто накрыт какой-то особенной благодатью. Я мелодию запомнил, я слова запомнил. Я думаю, что однажды эта композиция прозвучит. Все настоящее искусство, оно приходит оттуда. Это не то, что ты придумал так вот кровь, морковь, любовь, и что-то придумал. Да не в студии рождаются мелодии. Да не в студии рождаются реальные произведения. Иногда это в отчаянных обстоятельствах, иногда это просто непредсказуемых обстоятельствах. Я так Богу благодарен, что нас в виду имеет вообще в принципе, что таким ничтожным людям. Такой великий Бог снисходит и говорит, я хочу что-то тебе открыть. Готов ли ты? Друзья мои, мы не имеем многого не потому, что Бог нам не говорит, потому что когда Бог иногда назначает тебе свидание, назначает встречу, говорит, я пришел, а тебя не было. Я стучал в твою дверь, но ты ее не открыл. Как в той песне песней, помните, да? Пришел жених, стучит в твою дверь, ты говоришь, я уже ноги вымыл, я там чушь какую-то понесу. Господь стучит, а ты чем-то занял. До этого встречи кардинально твою жизнь поменяй. Обогатит, поднимет. А шансы могут не повторяться, потому что утром вспомню, ничего ты не вспомнишь. И встала я, и открыла дверь, и никого нет. И потом мы мечемся неделями, что это за суета? Ищите Господа, когда можно найти Его. И призывайте Его, когда Он близко. Я так хочу, чтобы каждый человек в церкви имел с Богом не официальные, ритуальные, там какие-то а личные отношения каждый день. Просто Господь говорит, я открыт для тебя. Пусть сердце никогда не очерствеет, пусть антенны духовные всегда работают на прием. Верующий в Сына Божьего не посрамиться в том случае, если человек будет способен слышать его голос. Написано, блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, чтобы дать ему покой в бедственные дни. Поймите, Бог против того, чтобы стал жертвой обмана. Бог против того, чтобы ты стал жертвой аферизма. Бог против того, чтобы ты стал жертвой обстоятельств. Бог за то, чтобы показать разницу между служащими Богу и неслужащими. Поэтому Он хочет, Он тебя приглашает. Говорит, придите ко мне, я вам что-то раскрою, я вам открою тайны, возови ко мне, и я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь, ибо только я знаю намерение о вас, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам и будущность, и надежду. Хватит играть религиозные игры. Так хочется сказать Боже, пожалуйста, если тебе не нравится вот этот конспект, закрой его, я хочу идти туда, куда ты идешь. Я хочу делать то, что ты хочешь делать. Я хочу, чтобы счастливых людей в церкви стало больше, чтобы свободных людей в церкви стало больше, мудрых людей стало больше, потому что тот человек, с которым Бог говорит, беседует, они будут головой, а не хвостом, они будут наверху, а не внизу, они будут самыми удачными людьми, самыми успешными людьми, но что вводимые Духом Божьим, это будут Сыны Божьи, оснащенные сверхъестественными знаниями. Аллилуйя! Читаем дальше. Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня не поколеплюсь. Я завидую этому человеку белой зависти. Повезло ему, что он видел всегда Господа, а не черта. А что ты видишь всегда перед собою? Вот так, по-честному, а? Вот по-честному, а? Что ты видишь перед собой? А это вызов для нас. Это сегодня вызов. И если это ветхозаветным героям удавалось всегда видеть перед собою Господа, я сегодня молюсь и говорю, Господи, пожалуйста, открой мои глаза, чтобы в условиях нового завета я видел не людей. Знаете, когда мы говорим, ой, там где-то колдуны собрались, там какие-то ведьмы собрались, там какие-то масоны устроили конференцию, и что нам бегать за ними, а? Не написано всегда я видел Антихриста перед собою, поэтому сражаюсь каждый день, уже вымотался, устал, уже скоро помру, тебе не надо изучать программы дьявола, тебе нужно изучать программы Господа Иисуса Христа, всегда я видел перед собою Господа, ибо Он одесну меня, не поколеблюсь, откуда уверенность такая приходит? Уверенность приходит не только от того, что ты слышишь, вот здесь-то, ребята, мы с вами видим полную картину, что вера это не только то, что ты слышишь, а вера еще это то, что ты видишь, но что Бог нам дал уши, чтобы слышать Слово Божие, а глаза, чтобы видеть, всегда я видел перед собою Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь. На память приходит эта классическая история, когда Гезий был на горе, и рядом Елисей пророк был, и Гезий, и вокруг горы были целая армия сириан, и этот Гезий бегает и нервничает, увы, господин, увы, господин, все, последний день, все, последний день Помпеи, нам крышка, все, нас окружили, все схвачено, заплачено, все, а пророк Елисей сидит, спокойный, как в танке, вообще не волнуется ничего, сидит и улыбается, и говорит, те, кто с нами, больше, чем тех, кто с ними, с математикой у Гези было, не так уж и плохо он начал считать, сбился со счет, и пророк говорит, Господи, хоть раз, открой ему глаза, чтобы он увидел то, что я вижу, всегда я видел перед собою Господа, он видит армию сириан, вот даже сегодня, друзья, что ты видишь, Господи, открой мои глаза, чтобы я знал, чтобы я видел, что ты одеснуй меня, что твой жезл, твой посох, они успокаивают меня, что ангелы твои, они охраняют меня на всех путях, пусть это будет не только убеждение, пусть это будет мой реальный опыт, знания, и тогда я никогда не поколеблюсь, всегда я видел перед собой Господа, Боже, открой нам эти глаза, чтобы мы не поколебались, потому что, что ты видишь, Сын человеческий, это так часто звучит, что ты видишь, Сын человеческий, а ведь Иисус говорит, я с вами во все дни до скончания века, он где-то здесь, он где-то рядом, Боже, открывай наши глаза, дай нам глазную мазь, чтобы нам видеть, если ты одеснуй меня, я никогда не посрамлюсь, Господь держит жребий мой, Господь держит чашу мою, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится и говорит Господу прибежище мое, спасение мое, Бог мой, на Которого я уповаю, и вместо того, чтобы, ой, да защитит меня Господь, Господь, открой мои глаза, чтобы я тебя видел, чтобы я тебя слышал, чтобы я следовал за Тобой, открой глаза, Господь, чтобы нам видеть. Самая опасная штука, друзья, это когда слепые вожди ведут слепых последователей, и Библия говорит, что если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. И не надо быть большим специалистом, когда смотришь, сколько вокруг ям, и в этих ямах религиозных тысячи, 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 тысячи христиан. Я не хочу быть там. Я сегодня прошу Бога, и говорю, Бог, не просто мелочи, не просто какие-то детали. Боже, пусть в новом поколении будут зрячие лидеры, и пусть будут зрячие последователи. Открой наши глаза, чтобы видеть, открой наши уши, чтобы слышать, и не посрами тех, кто упывает на тебя. Девятый. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже плоть моя успокаивается в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление, потому что я вижу перед собою Господа. Я не говорю о беззаботной, безоблачной жизни. Я не говорю о том, что мы супермены, вы знаете, люди великого избрания, и чем ты выше в Божьих руках, тем больше дьявол будет ненавидеть, и тем больше он будет строить проблем. Но Бог, который начал, он проведет и до конца выведет тебя. Чего Иосифу приходилось проходить, я умоляю, а Боже, то братья его продали, то предали, то в яме, что ну, он бы мог вместе с этим псалмопевцем сказать, всегда я видел перед собой у Господа, он одесну и меня не поколеблюсь. Друзья мои, это должно быть не знанием, а убеждением. Всегда я видел перед собой Господа. Апостол Павел говорит, эти ушли от меня, те убежали от меня, эти оставили меня, но Бог никогда не оставляет, но Бог остался и укрепил меня, для того, чтобы я проповедовал Евангелие по всему миру. Братья и сестры, уверуйте, что Бог нас никогда, ни на одно мгновение не покидает. Я два раза смотрел уже за эту неделю фильм Мартина Скорцезе «Молчание». Вы знаете, я под глубоким впечатлением. Я под глубоким впечатлением этого фильма 17 век, когда католические священники в Японии проповедовали Слово Божье и насаждали христианство. Рекомендую всем поглядеть. Это очень драматическая картина, если не сказать трагическая. В районе города Нагасаки было уничтожено более трехсот тысяч христиан. Причем японская инквизиция не просто уничтожала христиан. Почему-то вот я вспоминал это место Священного Писания, где Иисус сказал «Не бойтесь убивающих тела, а души не могущих убить. Бойтесь тех, кто и тело, и душу может вернуть в гену огненную». И там настолько изощренно показана работа, когда всеми силами, изощренными пытками добивались, чтобы падры, вот эти вот отцы, священники отрекались от Бога, отрекались от Христа, чтобы они наступали на это распятие, чтобы они плевали на него. И перед священником стоят там десятки, сотни христиан, которых должны сжечь, убить, распять. И священнику говорят, если ты отречешься, тогда они будут жить. Если ты не отречешься, тогда на твоей совести будет их смерть. Это по-дьявольски. Это на самом деле страшно, как будто кирпичик за кирпичиком стену твоих убеждений разбирают. И конечно, очень грустный конец, что священники отрекались. Я про другое говорю. Я хочу сегодня коснуться такой темы, что фильм называется «Молчание». Эти священники, это орден иезуитов, это католики, у них может быть другой опыт с Богом. Там не видно ни одного случая, чтобы Бог послал ангела. Или Дух Святой пришел, или Бог с кем-то заговорил. Все эти люди, которые жертвовали собой, проливали кровь, они кричали «Бог, почему ты молчишь? Бог, почему ты молчишь? Мы к тебе кричим, мы отдаем жизнь, мы проливаем кровь, почему ты молчишь? Я не знаю, не вправе судить их опыт, но думаю, Боже, насколько мы счастливее, насколько мы счастливее, что наш Бог, немолчащий Бог, в Его устах ответ, Он отвечает мне, во тьме зажигает свет. Я не знаю, как бы я справился с этим молчанием, не знаю, молчание не всегда золото, молчание может уничтожить. Я жив на сегодняшний день только потому, что небо говорило, небо отвечало, что ангелы приходили, Дух Святой приходил, всегда я видел перед Собою Господа, может быть, не всегда, может быть, периодами, но я убежден, что если Господь на малое время оставляет нас, то Он потом с великой милостью воспринимает. Когда Петр был в тюрьме, Господь не молчал, церковь молилась, и ангелы приходили туда и выводили его оттуда. Когда Христос в Гевсимании был покрыт каплями крови, И Он знал, что Его ожидает. Иногда нам легко, когда мы не знаем, что нас ожидает, поэтому все это невзначай, может быть, легче. А когда ты все знаешь, почему пот был, как капля крови, Он видел Голгофу, Он предвкушал эти страдания, поэтому говорил, Господи, может быть, вариант Б, и поверьте, Бог бы согласился на варианты. Иисус говорил Петру, ты думаешь, я не могу умолить Отца, и Он послал бы мне более двенадцати легионов ангелов. Вы что думаете, если бы Иисус включил бы поворот и сказал, отец, давай какой-нибудь другой вариант придумаем, Он бы мог умолиться, Он бы мог умолиться, но Он этого не сделал. Он говорит, а как же тогда сбудутся Писания, я же для этого это и пришел. Какую мысль я подчеркиваю, нас удержат на плаву в самых отчаянных обстоятельствах. Этот стих всегда я видел перед собой у Господа, ибо Он одесной меня, я не поколеблюсь. Он ангелов своих посылает хранить нас на всех своих путях. И этот ангел пришел в Гефсиманию. Уважаемые друзья, есть служение Святого Духа, есть служение ангелов, и представляете, что этих два департамента обслуживают нас. То, что не сможет Дух Святой, делает ангелы. Все, что не могут ангелы, делает Дух Святой, это все к нашим услугам. И представляете себе, это как можно дожиться, что при обслуживании двух мощных сверхъестественных департаментов мы остаемся одни убогими и нищими. Проблема не в нем, проблема в том, что мы либо ничего не понимаем, либо ничего не видим, либо ничего не слышим. И с Духом Святым можно говорить, и с ангелами можно говорить, и с Богом можем говорить. Поэтому моя молитва сегодня, Господи, нам нужно преображение, нам нужно слава Божья, нам нужны открытые глаза, чтобы видеть Тебя, нам нужны открытые уши, чтобы слышать Тебя, чтобы не посрамиться, чтобы не опозориться. Поймите, есть дьявол, который ненавидит, и Библия говорит, что тьма будет сгущаться, и антихрист будет усиливаться, и вот эта вот тьма покроет землю, и мрак покроет народы, а над Тобою воссияет Господь, и слава Господня взойдет над Тобою. Моя молитва сегодня, Дух Святой, пожалуйста, работай над церковью, работай над нашими сердцами, работай над нашим сознанием, чтобы мы видели славу Твою, вразумляй нас ночью, вразумляй нас днем, Дух Святой, снимай всякий покров, если на ком-то покрывало сегодня висит, то оно снимается Господом, чтобы мы открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Божью, могли преображаться в тот же самый образ. оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокаивается в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Знания, превращенные в убеждения, делают человека непоколебимым. Знания, превращенные в убеждения, делают человека несгибаемым, обладателем великой силы и великой власти. Следующее место я хотел бы прочитать Филиппийцам 1.12. Филиппийцам 1.12. Когда я читал это место, оно меня просто обжигало, оно просто меня восхищало. Филиппийцам 1.12. Желаю братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Обстоятельства мои. Мы так иногда эти обстоятельства прячем и нам кажется, что эти обстоятельства, о них не надо слишком громко говорить. как знать, куда эти обстоятельства нас вынесут, какая цель будоражит и не дает покоя, не просто благовествование, успех благовествования. к какой цели, какой смысл? Какой смысл жизни был апостол Павлу? Он говорит, для меня жизнь Христос, смерть приобретения. И любящим Бога, призванным по Его изволению абсолютно все содействует ко благу. Обстоятельства мои послужили к большему успеху. Обстоятельства мои послужили к большему успеху. Братья и сестры, где бы ты не находился сегодня, в каких бы обстоятельствах ты не находился сегодня, уверуй, что все под контролем. И эти обстоятельства, в которых ты находишься, может, плачешь, может, в одиночестве, может, в болях и страданиях, они послужат тебе к успеху. Скажи с апостолом Павлом, проповедуй это и провозгласи обстоятельства мои послужат к большему успеху. Потому что любящим Бога, призванным по Его изволению все содействует ко благу. Какие же обстоятельства? Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. Обстоятельства мои. Вообще-то они очень веселые. Давайте согласимся, есть обстоятельства, о которых мы с удовольствием всем рассказываем. обстоятельства. Мы переехали в новый дом, приобрели новую тачку, мы видите, вот сейчас женили сына, замуж выдали дочь, и вот смотрите, есть обстоятельства, о которых так приятно говорить, а здесь, уважаемые друзья, а здесь арест. так хочется об этом молчать, а здесь болезнь, а здесь что-то неприятное, а может не говорить об этом, зачем трезвонить об этом. Друзья мои, есть прочное и глубокое убеждение, что если твой жребий держит Бог, что если твоя судьба в руках Господа, какие бы эти обстоятельства не были, они послужат к большему успеху. Бог даже зло может обратить в добро. И даже если Лаван десять раз обманывал Якова, он с двумя станами уйдет, и обстоятельства будут служить к большему успеху. Вот это живое реальное Евангелие. Эти обстоятельства не убивают веру. Запомните и подчеркните, где-то там у себя на полях своей веры эти обстоятельства не уничтожат веру. Эти обстоятельства не уничтожат мои убеждения. Эти обстоятельства утвердят в тысячу раз, в тысячный раз мой Бог никогда не посрамит меня. Верующий в Него не постыдится. Уповающих на Тебя ты никогда не посрамишь. Амин. Узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. Нам так бы не хотелось, чтобы стало всем известно о наших обстоятельствах. Но не стыдись, потому что эти обстоятельства спровоцировал не дьявол, эти обстоятельства спровоцировал Бог, чтобы показать свою славу, чтобы показать свое могущество, свою любовь и верность перед глазами всех врагов. Господь накроет трапезу ввиду врагов твоих. И запомни это правило. Эти обстоятельства не уничтожат веру. Эти обстоятельства активизируют ее еще больше. в отчаянных обстоятельствах знания превратятся в убеждения, которые уже никогда не изменятся в течение всей жизни. Я абсолютно убежден, что в экстремальных обстоятельствах приходят экстремальные откровения, которые делают твои убеждения совершенно непоколебимы. Поэтому не оплакивай эти обстоятельства. Что бы ни было, не понимаешь сейчас, поймешь позже, но кому-то пророчествую твои обстоятельства послужат не к опозору, не к позору и посрамлению. Эти обстоятельства послужат для тебя как трамплин, с которого Бог тебя поднимет на новую высоту. Бог все контролирует, Бог все видит, Бог знает замыслы врагов и Он говорит, касающиеся вас касаются зеницы ока моего. Халлелуйя! Кто, кое-кто сожалеет, что люди узнали о твоих проблемах, кое-кто так хочет скрывать об этом я пророчествую тебе, твои обстоятельства, какими бы они ни были, послужат большему успеху. Они кого-то ободрят, они кого-то утешат, они кому-то бросят вызов, и кто-то смотря на тебя будет говорить, но если Он прошел, если Он держится, если Он продолжает идти против течения, я тоже смогу. Ты даже не представляешь, сколько людей смотрят на тебя. Сколько людей! Сегодня мне принесли корзину конфет, вот целая вот такая и женщина, которая мне передала эту картину, говорит, это женщина, которая сегодня в нашу церковь не ходит, она ходит в другую церковь, она была на конференции, и когда, говорит, она просто вот ваше служение видит, она видит то, что происходит здесь, что у вас происходит, и что-то такое, я там до конца не разобрал, но, говорит, она, говорит, просто восхищена, и она хочет, как дар, как вот благодарность вам, так, что у меня конфет на полгода обстоятельства, обстоятельства, какими бы они ни были, они послужат большему благословению, амэн, и читаем дальше, твои обстоятельства, если ты служишь Богу, и это связано с этим, вы знаете, что дальше происходит, большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье, вот успех в чем, ты подаешь пример, ты образец для подражания, и как ты достойно себя ведешь, и проходишь через эти бури, большая часть, подчеркните, большая часть из братьев, большая часть из братьев, ободрившись, оказывается, эти обстоятельства кого-то ободрили, дали на самом деле этот вызов, и люди, ободрившись этими обстоятельствами, с большей смелостью и безбоязненно стали проповедовать Слово Божье. Я верю, друзья, что за нами следят, тем более, сейчас век информатики, и мы должны показать достойный образец для подражания. Да не посрамятся во мне все ищущие Тебя, Господи. Пусть они увидят, что мы бескомпромиссно продолжаем двигаться в том же направлении, проповедуя о реформации нашего общества, проповедуя о возрождении царственного священства, о том, что тот Бог, который однажды начал 28 лет назад движение новое поколение, Он ведет нас к этой великой цели, когда мы с вами будем видеть праздники поклонения, когда мы с вами будем видеть тысячи церквей, когда мы будем видеть возрождение царственного священства. Бог никогда не посрамит надеющихся на Него. Это большая часть, а были разные. Некоторая правда, вы понимаете, горе вам, если все про вас хорошо будут говорить, а еще хуже, если все плохо. 15-й. Некоторая правда, некоторая правда по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думаю, увеличить тяжесть ус моих, а другие из-за любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы не проповедовали Христа, притворно ли или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействию Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей мы подходим к ключевой мысли. Напоминаю тему проповеди верующие в Него не постыдиться. Бог не посрамит надеющихся на Него. Обстоятельства, в которых ты оказался, не разрушат твою веру, но сделают ее еще тверже. И те знания, которые у тебя есть, они превратятся в убеждение. И это будет тот трамплин, который поможет тебе подняться намного выше. И вот эта уверенность, видите, 20 стих, при уверенности и надежде. Вот что такое убеждение, что я ни в чем посрамлен не буду. При уверенности и надежде, что я ни в чем посрамлен не буду. Скажи, при уверенности и надежде, Что я ни в чем посрамлен не буду Что я ни в чем посрамлен не буду Ибо моя судьба в его руке Он держит жребий мой Он часть наследия моего И лучше уповать на Господа Нежели надеяться на человека Мои обстоятельства Послужат к большему успеху Во имя Иисуса Христа Но при всяком дерзновении Ныне, как и всегда Возвеличится Христос В теле моем Боже, пропитай нас Чтобы ныне, как и всегда В моем служении В моих молитвах В моем творчестве В моем хождении перед тобой Чтобы возвеличился Христос Другого ничего не хочется Христоцентризм Христос во всем Он путь Он истина Он жизнь Он хлеб сходящий с сошьи Он живая вода В палящей пустыне Он друг, который никогда тебя не предаст Он тот, кто льна курящего не угасит Он тот, кто трости надломлено не переломит Стань ближе к нему Попроси Духа Святого Скажи Хочу видеть Хочу прозреть Хочу всегда видеть перед собой Господа Пусть Он будет одесной в меня И я не поколеблюсь И я не поколеблюсь И дальше Хочу завершить Ту проповедь Это уже слово для взрослых Но всегда Ныне, как и всегда Пусть возвеличится Христос В теле моем Жизнью ли то Или смертью Ибо для меня жизнь Христос А смерть Приобретение Возвращаясь к вчерашнему фильму Я себя поймал на мысли Думаю, какие мы Доморощенные Какие мы Избалованные, капризные Христиане Тема смерти Гонения Преследования Табу Мы делаем Все необходимое Чтобы не попасть Вот в эту зону Турбуленции Мы правильно выражаемся Мы избегаем Конфликтных ситуаций И когда смотришь там Где как будто две Вселенные столкнулись Где только из-за того Что ты христиан Тебя на крест Там Во время отлива Океан Во время отлива Уходит от берега Ставят кресты На берегу И христиан Привязывают к этим христам Говорят За то, что вы Христиане Вы умрете И они говорят Нас Передай Садив Ожидает Нас ожидает Рай И все ждут Когда начнется Прилив И когда Начинается Прилив Вода Поднимается Поднимается И они Оказываются Там И они Улыбаются И они молятся И кричат Господь Прими меня Они молятся Господь Прими того Моего брата Который Да Как-то раньше На смерть Смотрели По-другому Жизнью Или то Или смертью И когда они Шли В амфитеатры Когда они Шли на Эшафоты Историки Говорят Что Нерон С ума сходил Когда слышал Что на этих Крестах Христиане Пели Он так хотел Чтобы они От ужаса Кричали Они улыбались И они Пели Когда Стефана Побивали Камьями Там не было Молчания Там небо Было открыто И он видел Господа Который Стоял Чтобы почтить Героев Которые Возвращались На родину Каждому Своя судьба Каждому Свой исторический Перед Но так Но так Бы Хотелось Друзья Чтобы Дух Святой Сегодня Проревизировал Наше сердце Наше понимание Чтобы мы Вместе с апостолом Павлом Однажды Созревшие И пропустив Через Своё сердце И глубины Своей души Могли Это откровение Озвучить Вместе с ним Для меня Жизнь Христос А смерть Это не трагедия Это не траур А смерть Это переход От этой цивилизации В цивилизацию Небесную Ибо когда Этот дом Эта хижина Разрушится Мы имеем От Господа Дом нерукотворный Вечный Павел Так легко Смотрел на это Для него Это была такая Реальность Он говорит Время Отшествия Моего Настало Что такое Отшествие По-английски Это Депарч Когда ты Прибываешь В аэропорт Ты видишь Райвал Самолеты Прибывают Депарч Они улетают И когда Они прилетают Пассажиры Выходят сюда А когда Депарча Они отсюда Улетают И апостол Павел Рассматривал свою жизнь Так практически Было время Когда мы Прибыли в этот мир Течение совершил Веру сохранил Теперь наступает Время Депарча Время Отшествия Моего Наступило Чтобы получить На родине Венец жизни Который Бог Приготовил Всем Любящим Хочется Подражать Ведь Он же Сказал Подражайте Мне Как я Подражаю Христу Давайте Закроем глаза И помолимся О Дух Святой Пройдись Господь По нашим Редам Я прошу Тебя Открой Наши Глаза Чтобы мы Всегда Видели Перед Собою Господа Господь Мы не Хотим Ходить Во Тьме Мы Хотим Ходить Во Свете Господь Всякий Страх Всякую Неуверенность Всякое Разочарование Я прошу Убери Все это Развей Дух Святой Наведи Порядок Пусть Господь Будет Гармония В наших Сердцах И в наших Устах Не Посрами Надеющихся На Тебя Пошли Ангелов Твоих Пусть Дух Святой Свидетельствует Духу Нашему Что мы Дети Божьи Субтитры Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 я буду жить и возвещать тела Господни. Тот, кто во мне. Больше того, кто в этом мире. Если Бог за нас, кто против нас? Амин. Аллилуйя. Пустите ведра по залу. Обстоятельства мои. Пустите, обстоятельства мои послужат к большему успеху. Обстоятельства твои послужат к большему твоему успеху. Не рассматривая это как падение и предпосылки твоего краха. Ты должен это все рассматривать как стартовую площадку для нового взлета. Посмотрите, Деяния 16. Так, меняем тему. И смотрите, обстоятельства, разные обстоятельства. Случилось, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась одна служанка, одержимая духом прорицательным. Это одна из таких теток, которая по телеку сидит, карты раскладывает и чушь несет. А эта была более профессиональная. И она доставляла большой доход господам своей. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, сии человеки, рабы Бога Всевышнего, который возвещает вам путь спасения. Что тут плохого она говорила? Она даже не говорила, что они сектанты. Она говорит, это рабы Бога живого, которые возвещают вам путь спасения. Вот я не знаю, я бы как отреагировал. Молодец, тетя, тему рубит, рекламный агент, что с Павлом случилось там? Он говорит, обстоятельства мои всегда помогают мне достичь большего успеха. И что же там произошло? Вот просто послушайте. И что же случилось? Она кричала, кричала. Она делала это много дней. Павел, Павел, вознегодовав, что он на нее взлился? Вообще-то Павел был одиноким мужчиной, в курсе, да? Я не знаю, что там сработало. Но он, короче, разозлился на нее, обратился и сказал даже не ей, а он сказал Духу. И говорит, именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И Дух вышел в тот же час. Обстоятельства бои. Вот такие вот. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, представьте себе, бизнес накрылся медным тазом. Схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. Вот те обстоятельства. Павел, ну, сто лет тебе тетка нужна. Ну, кричала она. Ну, и пусть дальше кричит. И смотрите, что там начинается. И приведшие их к воеводам сказали, сие люди, будучи иудеями, возмущают наш народ и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следуют ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками. А мы здесь про японцев. Иудейская инквизиция похлеще была, чем католическая или японская. Мы были палками били. Те, кто-нибудь палкой бил когда-нибудь? Жесть. И давшие много ударов, вергли в темницу, приказавшие темнейшему стражу крепко стеречь их. Обстоятельства мои послужили большему успеху в благовествовании. Потому что, когда люди узнали об узах моих, что меня арестовали, с большей смелостью начали проповедовать. Мы даже не знаем, какой резонанс бы вызвала вот такая реакция. Получив такое приказание, он вергнул во внутреннюю темницу, ноги их забил в колоду и казалось Павел, угомонись, а а Павел никак не угомонился. Его просто, как говорится, прет. Вот просто прет, смотрите. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Богу. Без клавиши, без этих, без микрофонов, избитые, вот с гематомами такими. Павел на Силу смотрит. Сила, у тебя еще есть Сила? А Сила говорит, ну как, назовешь корабль, так это будет, Сила есть. Ну что, споем? Давай, воспоем. Возле полуночи, когда лунатики выходят на балконы, когда все бесы активизируются, здесь Дух Святой активизировался, они начали петь, смотрите, начали воспевать Бога, узники же слушали их. Чего они там пели? Ну, они что-то вот пели такое, дьявол умри! Или славьте Господа! Да что там пели? Друзья мои, вот мне нравится этот оптимизм. И когда они пели, смотри, что творится, а? Это траблмейкеры, это люди, где бы они не появлялись, там обязательно какая-то проблема возникает. Вдруг сделалось великое землетрясение. Это такие вибрации там были, что великое землетрясение сделали так, что поколебалось основание темницы, тот час отворились все двери и у всех узы ослабели. Вот представьте себе, эй, вы что шевелитесь там, а? Вот сразу видно, жена пришла и вот разлагает всю дисциплину, да? Вот не была бы она моя жена, я бы сказал, женщина, встань и выйди. Не, 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 я бы сказал, если бы это не моя жена была, ты что, не моя жена, что ли? Чикараменда. Ну вот, темничный страж, пробудившись, представляете, когда мы говорим, куда мы угодили, вот любящим Бога, признанным по изволению, вот все зло, которое Господь, но который дьявол хотел тебе сотворить, Господь возьмет и будет в добро использовать. И, короче, двери открылись, и этот страж извлек меч и хотел себя убить, думая, что узники убежали. Но Павел закричал громким голосом, не делось ей никакого зла, мы здесь все слепые, что ли, мы здесь. Он, ой, молодцы. И смотрите, чем закончилось? Узы мои, ой, вернее, обстоятельства мои послужили большему. Мы даже не знаем, когда мы попадаем в такие обстоятельства, во что это выйдет? Сокращаю историю, этот темничный страж, что делать, государи мои? Он говорит, покайся и веруй в Евангелие. Страж покаялся, этой же ночью он взял этих Павла и силу к себе домой, накормил, напоил, а утром с почестями они вышли и он еще там требовал суда Кесарева и говорит, мы вообще-то римские граждане и там такой шухер начался, что ой, вот это интересное приключение. Поэтому, друзья, любящим Бога, призванным по Его изволению все содействует ко благу. Давайте прострем руки, Айгорь, иди помолись, а то у меня голос уже сел. Аллилуйя, Амэн. Амэн. Субтитры создавал DimaTorzok